Здравствуйте, уважаемые любители доты! С вами студия RUHUB и это DPC Южная Америка, второй дивизион. У микрофонов MailStorm Ёжик играют сегодня SG и Ravens. С вами был Игорь Негода. Так, ну давайте же к пикам обратимся. Давайте обратимся к пикам и банам. Собственно, вот они на ваших экранах. Ну, кстати, уже есть пик Тайдхантер и Худвинг. Худвинг у нас, по-моему, не появлялся еще. То есть у нас, в принципе, во втором дивизионе Южной Америки был сыгран всего лишь один матч пока что. Это матч NoPink против Dreamers. Тоже мы его там смотрели. Ну, по крайней мере, там, опять же, однокалиточное было противостояние за счет того, что NoPink это команда, которая вылетела из первого дивизиона. А Dreamers это как раз коллектив, который пришел из Close Qualifier. Вот, и там не было ни Худвинга. Ну, Тайдхантер там появлялся, но так себе, по-моему, он сработал. И была в бане Мирана. Вот это вот Мирана, который мы так сильно удивлялись с Ластом. Думаешь, почему-то вообще, почему банят Мирану во втором дивизионе Южной Америки? Что там вообще происходит? Она здесь появляется, и пока появляется без какой-либо такой серьезной комбинации. Ну, в принципе, с Кункой, да, более-менее это можно. Там, Крест Торрент, Стрела, понятное дело, это может сработать. Но такое, шаткое, по крайней мере. Вот именно этот драфт, он шаткий, да? Когда соберешь Мирану там под Шедудем на подлину, это все понятно. Но под Кунку не уверен, честно говоря. Посмотрим, как у Ревенс это получится. Да, интересный такой сетап героев. Но вообще у нас, как бы, патч еще толком не объезжен на профессиональной дота-сцене. Поэтому не стоит удивляться здесь самым разным связкам, самым разным героям. К тому же, традиционная мета Южной Америки, она все-таки такая весьма специфическая. Ну, посмотрим, короче говоря, что-то нам команды предложат. Да, действительно, вот драфты именно в Южной Америке, они всегда отличались каким-то... Какая-то своя мета у них складывается постоянно. Вот, посмотрим, как будет в этом сезоне. Ну, и тем более, что это действительно второй дивизион. Вот Spirit появляется у команды из G-Sports. Ну, хороший, кстати, интересный, по крайней мере, драфт под Тейдхантера, под Худвинг. Да и против Кунки спокойно себя чувствует. То есть, на миде, в теории, может против него выставить. Я думаю, что все-таки Ревенс взяли себе в мид Кунку, скорее всего. Хотя, тоже не факт, могут поставить еще на позицию тройки, на позицию четверки. Вот на позицию единицы, наверное, Кунка немного все-таки сейчас просел, потому что его тоже поменяли. Брали ему, в принципе, самый сильный талант, который у него был на 15 сил, если я не ошибаюсь. То есть, думаешь, что за этого он просел? Мне кажется, что да. Но, по крайней мере, вот именно в мидгейме немножко ему становится тяжелее, в плане того, что... Да даже та же самая плотность за счет 15 сил у тебя появляется. А тут приходится докупать какие-то еще артефакты на жир, на плотность. Либо брать героев еще, которые тоже могут впитывать какой-то дэмэдж, как тимбер. Так, такой жир на драфт. Ну, тимбер — это, в принципе, уже герой, которого можно поставить против Тайда. В этом матчапе, как мне кажется, мало что изменилось. Да и в целом, вот какие-то детали, конечно, изменились. Какие-то герои вылетели из меты, какие-то зашли в нее. Но если вот зайти в какой-нибудь рандомный паблик поиграть или просто даже открыть любую трансляцию, прям с первых секунд не ощущается. Да и вообще, даже при более подробном просмотре не ощущаются какие-то серьезные изменения. На самом деле, разве что нейтральные крипы и персонажи, взаимодействующие с ними, сильнее всего претерпели изменения. Ну, то есть там какой-нибудь Чен, Инча та же. И вот они, да, у них появилось слишком много возможностей. Появилось некоторые из них, на мой взгляд, вообще имбалансные достаточно. Ну, Чен, да, Чен прям вообще изменился. У него действительно сейчас просто поле непаханное, там столько можно всего придумать. Я, по крайней мере, вот первые дни после патча наблюдал классную картину, как Чен брал, вот не помню какой конкретно, по-моему, это кобальт какой-то, который дает тебе ГПМ. Да, это самый маленький кобальт, которому сделали, ну, то есть он был совсем самый бесполезный юнит. Да, вот, и теперь он дает ГПМ. Это довольно прикольно, кстати, на самом деле. То есть он дает ГПМ, причем по ауре. То есть он на сразу, многих героев, по-моему, это может сделать. Это прикольно, прикольно. И Чен, в принципе, сейчас интересный в этом плане персонаж, потому что у него действительно появилось прям огромное количество возможностей. И вот, опять же, Чен-плееры там, ну, то вот так сходу можно назвать Роджер, Попей, там, и так далее. Это люди, которые больше всего у нас играют на Чене, наверное, в принципе, на профессиональной сцене. Они очень прям сейчас, наверное, кайфуют с этого всего. Слушай, а тут, кстати, Terrorblade появился в SG Sports. Ну, это традиционно любят в Южной Америке Terrorblade. Да и вообще во многих регионах, знаешь так, этого кэрри. Все равно он самый такой статовый, жесткий, демедж-дилер, еще иллюзионист, и агильщик. Короче, у него есть все. У него есть все для того, чтобы быть кэрри, и вот, пожалуйста. Ну, вообще, Terrorblade здесь никто ничего не делает, если он нафармит. А вот в начале игры могут быть проблемы. У Тайтхантера с Тимбером, если это будет какая-то соло-линия. Да и у ТБ против Тимбера тоже могут быть проблемы до, там, какого-то уровня определенного. Вопрос только в том, как дальше это будет Тимбер использовать. Но, в целом, Terrorblade вполне реально задушить. Поначалу. Но мне вообще здесь Terrorblade в целом нравится под их драфт, по крайней мере, под SG. То есть у них есть такая сильная первая позиция, от которой они могут отталкиваться, на которой они могут играть, работать. Другой вопрос, конечно, в том, что Тимбер, в принципе, это не тот персонаж, которого, мне кажется, стоит пикать на 3-4 пике, условно. Его именно чаще всего оставляют именно на последний пик. Все-таки слишком это персонаж, который раньше, раньше в пабликах, да, там считалось, что Тимбер это вообще суперстронг, и его на линии сложно задушить, и по игре он вносит много импакта, там, на Тимберчиге летает, все это делает. Но, по крайней мере, с тем, как идет время, с тем, как меняется дота, в принципе, и мета, мне кажется, что вот сейчас этот герой как раз, он стал слабее немножко на линии, и теперь его можно спокойно... Тот же Terrorblade без проблем с ним справится, да, и если это будет Terrorblade, ну, Худлинг пятерка, в теории, либо Тайтхантер пятерка, ну, опять же, тоже всякое бывает у нас в Южной Америке. Могут спокойно с ним справиться. Ну да, тут не только Южная Америка, тут в целом это дота, здесь бывает всякое, но пока все выглядит как что-то такое... Прошло... Из прошлой меты у Рэйвансов, сейчас они доберут себе... Ну да, вот они добирают себе тоже вот героя такой первой-второй позиции, в итоге у них Кунг и Эмбер. Наверное, все-таки Эмбер мид Кунг и Кэрри, да, и у их оппонентов должна появиться на закрывающий пик, как это ни странно, пятерка. Разве что, действительно, они Тайтхантеры сделают пять. Ну... А вот кого здесь хотелось бы? То есть, в принципе, ТБ убивает все и вся, да? Ну, мне кажется, у ТБ-таки есть легкие проблемы с Эмбером. Бэйн. Ну, кстати, неплохо, на самом деле. Здесь, во-первых, Бэйну... Ну, в целом, Бэйн на линии очень хорош. То есть, Бэйн просто секьюрит линию для ТБ. Он спокойно будет стоять против Тимбера, он спокойно выстоит против Тимбера Мирана. Ну, и Мирана вообще ничего не делает этому Терблэйду. Ну, только если мы не вспоминаем там... Ну, сами понимаете, да, вот этот Миран Терблэйд... Рамзеса? Самая приятная история, да. Ну, такая тяжелая-тяжелая история. Не, ну, в теории, в теории, возможно, все. В теории, возможно, все. Если объективно говорить, то, конечно, да. У ТБ больше вероятности не попасть под стрелу, чем попасть под нее, не говоря уже о том, что... Ну, это явно не тот персонаж, который с ним справляется. Ну, это да, это правда. С Эмбером, да, я согласен, могут быть некоторые трудности, но, наверное, опять же, на стадии, когда уже будет какое-то количество артефактов у Эмбер Спирита, и он сможет как-то хорошо справляться с иллюзиями Терблэйда. Потому что до этого момента тут есть просто все. Тут есть контроль на Эмбера, тут и массовый контроль в виде Тайдхантера, и при этом есть еще и Бэйн, точечный финсгрип. Ну, честно говоря, вот последний пик команды Ревенс немножечко разочаровал, потому что ожидался какой-то вот прям тот герой, который вот прям перекроет это ВДБ. А Эмбер, ну, это все-таки не тот персонаж, мне кажется. Ну, посмотрим. Друзья, не забывайте про наших друзей из Винлайн, которые предлагают отличные коэффициенты, но не на эту карту, хотя, возможно, она появится в процессе, да, какая-то матч. Также кликайте на баннер по трансляции, получайте 2000 рублей и ставьте на Доту. Ну, а мы с Ёжиком отправляемся комментировать все это безобразие под названием ДПССА, Южная Америка, Дивизион 2. Ну, и сейчас будем смотреть, сможет ли Террор Блейд здесь действительно нафармить все, что он хочет, получить все свои какие-то необходимые вещи и убить всех. На самом деле, вот Эмбер, мне кажется, это не такой плохой вариант. Ну, вот посмотри. ВДБ такой, знаешь, статичный кэрри без контроля, а Эмбер как раз-таки и по иллюзиям может попрыгать, и какой-то магией обладает, обычно собирает там, ну, молнии, иногда Глейпнер, иногда что-то еще. Ну, то есть суть в том, что он как раз-таки обладает какой-то магическим уроном, помимо своих способностей еще и собирает такие шмотки, а это как раз то, что нужно против ТБ. Потому что ТБ физикой пробивать могут герои, только у которых этой физики очень много. Или какие-то есть там специальные модификаторы. Ну, то есть там Свен, который расфармится, вот он может, да. Так, тут у нас сразу идет война вардов. Поставили вот такие вот варды здесь, заблочили мелкий спаун. Забрали баунти руны. Пока что 2-2, да-да, по баунти рунам, все ок. Да, все в порядке, по рунам действительно получилось. Ну, на самом деле, да, Эмбер неплох в любом случае. То есть это, не, это не самый худший герой, которого они могли взять. Это, ну, именно для команды, ну, откровенно говоря, из Close Qualifier 2-го дивизиона Южной Америки, это действительно неплохой пик. И вопрос только в том, как он будет реализован. То есть вопрос в том, как Эмбер, в целом, наберет ли он темп, да, тот же самый. Он сейчас стоит мид-линию против Войт Спирита. В целом, это неплохой лайнап для него. Он может спокойно здесь подфармливать. И Войт Спирит ему вообще никак не мешает, тем более, что Эмбер на 2-ом, ну, на 3-ом, 4-ом левеле вкачает себе флеймгард еще в двоечку. И вообще, никаких проблем, мне кажется, не возникнет у этого героя на этой линии. Так, ну, Мирана тут начинает уничтожать Курьеров пока что. В целом, стадия лейнинга, дефолтная. Никаких экстраординарных событий у нас не произошло за первую минуту. Спокойно разобрали руны, спокойно вышли на линии. Он продолжает Мирана убивать одного Курьера за другим. И, в принципе, это весь профит, который она приносит. Но это уже неплохо, да? Минус 2 Курьера, плюс золото для команды. Линии снабжения соперника перерезаны. Все отлично. Ну и дальше Крепочков подстреливать. То есть там сколько? 80 голды? Ну, 125 каждому. Ну, там довольно неплохо. С двух Курьеров падает всей команде. Приятно. Опа, нажимается мета. Ну-ка, бить эту Мирану. Миране больно. Последняя тычка прилетает. Паркер, есть ферстбот. Да, и параллельно еще... Я даже не могу сказать, что это Белка прям как-то круто сыграла. Потому что просто-напросто так. Вот сейчас у Белки могут быть некоторые проблемы. Экрншот откидывает. Пытается привязать. По-моему, не попал каким-то образом. Он по Дезераптору. Бушвекам. Да, Мирана, судя по всему, стала заложницей того, что у нее все еще нет второго. И у нее до сих пор левел 1. И нет липа. Ну да, это стандартная история, когда Мирана вкачивает стрелу и умирает на первом. В общем, нафидили курьерами. Отдали ФБ. Правда, при этом смогли забрать Белочку в ответ. В общем, пока что все-таки очень равное начало. Где-то ФБ, где-то курьеры. Хотя курьеров в итоге вообще поровну. Где-то Мирану убили. Ну да, это такое, прям начало игры. Не сказать, что за одной из команд. На самом деле, опа, вот тут подловили еще раз Мирану. И Бейн с ней спокойно должен справиться. Липов все еще нет. Вообще, Миране бы постоять по экспиции немножко попытаться. Потому что сейчас это выглядит все очень неприятно. Уже второй раз погибает Мирана. И, ну, как-то... Да, да. Причем, вот смотри, он принес себе вард для того, чтобы разблочить кемп. Вот он кемп разблочил. Но с крипов никакого профита нет. Или он даже не разблочил. Почему-то не появились здесь крипы сейчас. Может быть, Бейн как-то заблочил их. Ну, короче, суть в том, что Сентряк он потратил. Дважды умер. Деньги потратил. При этом соперника нафидил. Бейн сейчас принесет себе всю ману, пополнит. Вот всякие там варды, хилки. И все. И он уже стоит отлично. При этом Тимбер особо Терраблейда не напрягает. И Терраблейд спокойно стоит. В общем, нижняя линия за счет Мирана немножко подзалилась. Сейчас посмотрим, как Дисмор у нас проявит себя дальше. Вот он сейчас выходит. Реальный шанс сделать что-то с вражеским Войтспиритом. Чекает вард. Варда нет. Но тут выходит Бейн. Ну и все. А, Бейн еще пришел просто пешком, дал фласку своему мидеру. Вот настолько... Настолько Бейну нечего делать, настолько он может себе позволить. Все что угодно. Да, да. И он еще и напрягает здесь Эмбера. Но, правда, Эмбер в итоге чейные. Стрелу решил не давать Дисмор. Еще один Курьерчик. Уже третий для Мираны. Очень хорошо, что Сапог успел все-таки Курьер привезти. Поэтому с Сапогом будет попроще. Тем временем здесь нападения на Тайда нет. На Тайда... Тайду вряд ли что-то угрожает. Войтспирит тут также, скорее всего, не придется здесь страдать. Ну и самое интересное начинается снизу. Где у нас Эмбер... Тимбер против Террор Блейда. И Тимбер вроде как начинает все лучше и лучше себя чувствовать. А с шестым уровнем так вообще ТБ, скорее всего, прогонит. Вот тут ТБ виртуозно играет у нас с Пауэр Тайдсами. Есть 12 тиков, поэтому Тимберу особо не хочется буковать. Ого! Там Войтспирит все-таки забрали на центральной линии. Был уверен, что его не смогут подцепить. Но вот ошибся, видимо. Ну, Бинджас свою задачу делает. Он начинает напрягать Террор Блейда все больше и больше. К шестому левелу ТБ вынужден будет уйти в леса. И можно будет начать там пушить вышку. Понятно, что для ТБ, наверное, пофиг то, что он уйдет в леса. Он все равно там подфармится. Но тем не менее. Да, вот как раз я хотел сказать о том, что... Если ТБ уйдет в леса, это нормальная история. Ну, ему особо разницы нет. Ему бы, конечно, получить шестой и третий Conjure Amage. Потому что с третьим, ну, фармить становится явно приятнее. Потому что там 50% урона иллюзии. Ну, все-таки, как-никак, какой-то дэмэдж это выписывает. И плюс к тому же, на ТБ сейчас задумывается о том, чтобы вообще переместиться на топ и пойти в троицу. В подмет, например, пойти со своей командой по топу, сделать какой-то килл, либо, возможно, даже повышку заработать, если там есть такая вероятность. И после этого уже пойти в... Но, опять же, тут момент скорее в том, что у Тайдхантера не все так круто. У Тайдхантера сейчас будет только пятый левел появляться. У него какая-то линия не самая удачная сложилась. Хотя, по Крепстату, слушай, ну ты и 27 на 2 кунта, то есть они спокойно ровно постояли. Но вот именно по Экспу... Да, не все так шикарно. Ой, там мой спирит опять погибает. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, мы тут немножко с ежиком решили обсудить, когда кто к кому придет в гости. Вот, собственно, в гости пришел в итоге войд спирит и забрал Тимбера. Очень нужное, важное подключение. Ну и при этом удалось уничтожить Бэйна на центральной линии. И... Некоторые проблемы были у Эмбер Спирита. В общем, да, в общем, были некоторые проблемы у Террор Блейда, но приходит Войд Спирит, плюс Террор Блейд очень хорошо своего оппонента просадил, и мы видим, что он топ-нетворс, что Тимбер сильно отстал. Это из-за ФБ на Миране, это из-за этого кила, и в итоге Тимбер вообще ничего не достиг и не добился, скажем так. Ну и... Это очень плохие новости глобально для команды Рейвенс, потому что СГ с таким Террор Блейдом эту игру должны выигрывать. Террор Блейду здесь никто не мешает. Кунка против Тайда стоит также не очень здорово, и Тайт Хантер его... Ну, можно сказать, что не перестоял, но как минимум постоял на равных. Наверное, вот так вот правильнее. У Тайт Хантера все супер ок. Все супер отлично. Так, а снизу тем временем? Что у нас снизу? Снизу тут все. Снизу тут минус Бэйн. Сто процентов. Да, Бэйна здесь запилила. Ну, в принципе, восьмая минута, ТБ уже ушел в леса, здесь начинают подпушивать вышку. Рейвенсы должны были это делать, только сильный Тимбер должен был прогнать слабого ТБ и спушить вышку. А в итоге... Ох ты, Глимс не срабатывает. Хорошо здесь KXY увернулся. А в итоге слабый Тимбер просто дал ТБ уйти в лес спокойно и сейчас пытается что-то придумать. Так, ТБ нашли? ТБ нашли. ТБ должны здесь, по идее, забирать. У него нет Сандера. Паркер живет до конца. Семь секунд. Да ладно, бушевок прилетает. И в итоге здесь могут попробовать Эмбера и накрыть. Тем более, что Бэйн еще рядом. Но нет, Раптор на месте. Но главное, что ТБ выжил. Да, и у ТБ сейчас есть Сандер. Вот такой вот момент. Очень тонкий. Он сейчас может Сандером дотянуться до Кунки, а он может просто погибнуть с Тайт Брингера. Ну это просто жесть, что он сделал. Это... Какая-то полная дичь. Риск был неоправдан. В итоге Кунка делает просто легчайший килл на вражеском кэрре. Сейчас делает еще один на Белке. Да, на Белке делает Эмбер Спирит. И Тайт Хантер, который уже потратил Равагу. Здесь также в лесах. Но я такого, честно говоря, давненько не видел. Даже во втором дивизионе. Да и вообще ни в каком дивизионе. Сейчас мы смотрим на смерть Тайт Хантера. Он, скорее всего, погибнет здесь. Да. Кунка делает 2 килла. Ну, просто ТБ вместо того, чтобы пойти похилиться, пофармить, сделать все, что угодно. Задумка, конечно, была интересная. Выйти на Кунку. Но какова вероятность, что можно было просто получить Тайт Брингера и умереть? Что и произошло. И в итоге ты потратил время. Ты потратил... Ты умер. И ты еще принес на блюдечке с голубой каемочкой фраг вражескому Кунке, который забирает 2 килла. Реведжа теперь у СГ нет. Это провал. Очень много вопросов, на самом деле. Я хотел сказать, что СГ зарофлили. Но здесь не СГ зарофлили. Здесь конкретно Паркер зарофлил. Он, на самом деле, действительно интересный мув делал, но это слишком рискованно. Для паба это было интересно и могло смотреться эффектно. Типа ты такой на лоу хп. Знаешь, как это-то? Террор блейд с пятым догоном и шадоу блейдом. Просаживаешь себя до одного хп, выходишь, даешь сандр, пятый догон, враг умирает. Но мы же не в пабе. Мы же все-таки на дпс. И здесь соперник, ну... Да, это второй дивизион, но соперник тоже... Старается играть, скажем так. Ладно. В общем, посмотрим, что из этого будет в итоге. Потому что все равно у ТБ все неплохо, но отдали они много сейчас. Прям очень много. Дрэвидж 30 секунд, но с этим уже можно попробовать сделать какой-то нормальный мув, по крайней мере. Хотелось бы. В конце концов, в команде SG. Тем более, что... Ну, опять же, мета нет. Вот проблема в том, что есть дрэвидж, но в этот момент уже нет мета. Нет мета. И... Вэдспирит какой-то пока еще не супер богатый. Ну, как не супер богатый. У него 4000 натворца. У него нет юла. И вообще ничего нет. То есть, ну, это беда, на самом деле. То, что такой сейчас бедный Вэдспирит бегает, это вот самая грусть, на самом деле. В остальном-то... Ну, да, подфидели бывает. Но камбэкнуться можно. Это самое главное. Сложно поспорить, что... Да, в принципе, даже им и камбэкнуть не нужно. Камбэкать, потому что у них ситуация вполне неплохая. Но просто как бы... Когда ты с выигрышным пиком ведешь игру, это очень круто. Когда ты с выигрышным пиком уже немножко уступаешь, это все еще неплохо, потому что пик все еще у тебя выигрышный. Рано или поздно ты с его добьешься, но тем не менее. Так, тут 10-й Тимбер против 5-го Бэйна. Бэйна вообще супер грустный. Не дал вышку подбить Тимберу, но все равно вышка упала. Так, и у Белки могут быть проблемы. Ну, откровенно говоря, я думал, что у Тимбера все будет гораздо хуже. Честно говоря, Белку вернули. Ну и Белку здесь должны забирать спокойно. Легкий, опять же, килл для Рейвенс. И стрела еще долетает. Он сам на стрелу прибежал. Вбежал, да, вбежал в эту стрелу. Ну, хороший килл. Такой вышли, Белочку забрали. Снизу вышки уже нет. Тимбер передвигается на топ, что логично, потому что сейчас туда могут прийти и начать давить вышку. Там уже Тимбер занимается тем, что... Как бы на упреждении играет. И сейчас сам начнет давить вышку. Так, а вот здесь Кунка рискует немного. Но ему дают фласку. Так, ну и Дизраптор к тому же выходит вот так вот на Бейна. Ага, здесь Кунка. Сейчас минус Бейн, видимо. Ой, не успел себя заслипать. И в итоге еще... Ну, слушай, как приятно этому Кунке играть. Сейчас давай посмотрим, что там на миде. Потому что некоторые проблемы есть у Эмбера. А, будет Равага. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай. Пожалел Тайт, но, возможно, и правильно пожалел. Мог забрать этого Эмбера. Так вот, Кунка фармит стаки. К нему приходит Сереблейд. Кунка фармит стаки. К нему приходит Бейн. Тайт Хантера здесь закрывают. Ну и что? Они долго его будут закрывать, на самом деле? Нет, ладно. Ну, у него есть Равага. Но давать ее же нельзя. Ну, действительно, они его достаточно долго закрывали. Ну, понимаешь, такие герои, как Тимбер и Дисраптор? Это прям специализация против Тайт Хантера. Ой, еще и стрела на полстолба залетела в Бейна. Это минус Бейн. Ну, вот видишь как? Вот они ошиблись, и теперь по цепочке. Одно, другое, третье. Сейчас еще вон Белку возвращают там. Сейчас еще один. И все, и уже не могут остановиться. Жесть. Да, где-то в Бразилии это называется Фит Фиеста, наверное. Потому что ребята просто бегут сами. Действительно, как ты правильно отметил. Они просто сами бегут на Реймонсов. Подставляются. Вот сейчас Тайт Хантер еще прилетел. На самом деле, довольно опасный. Его тоже могли подцепить за счет креста. Ну, не знаю, почему они это делают, честно говоря. У них у ТБ и так все нормально. ТБ играет, ТБ жив. У него все в порядке. У него скоро будет Скади. У него будет Яша Скади. Он выйдет в нормальный, плотный ТБ. Но когда он счет 14-3, не самый. Да, да, да. Это как бы... И это только начало. А вот теперь еще и стрела залетает. Еще на ровном месте. Ну, ты просто что-то фармит Войт Спирит. Его забирают. Три пятнадцать и три тысячи перефармом. При этом Кунка с траволами тут просто бегает, фармит, делает все, что хочет. И сейчас уже две вышки снесли против нуля. Вот неплохо было бы Рейдентам задуматься о том, что у соперника стоит вышка сверху. Она не то, чтобы прямо фуловая. И не то, чтобы соперник даже за нее бы дрался. Но наличие этой вышки делает очень опасным вот эту вот зону для фарма. Того же Террор Блейда и кого угодно. Но как-то она продолжает стоять при этом. Почему она стоит, это большой-большой вопрос. И, кстати, Рейвенс, они сейчас... У них приобретается уже... Вот Майншторм появился у Эммера. Они сейчас могут дальше продолжать все свое давление, которое у них есть. Тем более, что у них Тимбер в пике. Они с Тимбером в пике могут сейчас спокойно пойти даже попытаться вон в топе подраться. Правда, Дизрафтер очень как-то нагло пролетел. Его забрали. Вышку теряют ребята. Но сюда уже переместились и Кунка, и все вокруг. Тимбер, есть Трэвенс. Ой, стрела, ой, стрела. Вот та самая стрела в Террор Блейда. И он успевает дать Сандер все же. Но Тимбера, правда, забрать не могут. Может быть, Кунку смогут забрать? Да, Террор Блейд достаточно урона. Хороший момент. Очень ненужная драка для Рэйвенсов. Очень. Да, и Рэйвенс здесь погибнет, скорее всего. Еще и потеряют Мирану. Мирана 100%... Нет, Мирана уходит. Они цепляют Тимбера. Тимбера закрыли. Но Мирана здесь никуда тоже... Скорее всего, не денется. Липов нету просто. 20 секунд КД. И, конечно, здесь Мирана догонят. Да, да. Ну вот, пожалуйста, минус 4, минус вышка. Абсолютно верным решением было пойти за эту вышку сражаться от Рэйдиант. И абсолютно неверным для Дарр. Зачем они пошли вообще туда так дефить? Когда могли ли вы спокойно к этому подготовиться? Если же не успевали просто отступить. Да, друзья, не забывайте про наших партнеров Винлайн. У них есть баннер по трансляции. Переходите в мему, получайте 2000 рублей, ставьте на Доту. И также мы ждем с нетерпением появления Кэфов на следующий матч. В общем, все их обязательно вам будем... Обо всех вас оповещать. Ну, а тут ситуация пока, в общем, становится для Рэйвенсов неприятной. Они отдали все свое преимущество. Но попробуют сейчас... Попробуют сейчас что-то сделать. Стрела и фраг для Бенджаза. Да, причем чуть-чуть не хватило. Вот эта стрела, которая залетела в Террор Блейда. Можно говорить о том, что чуть-чуть не хватило, и Террор Блейда бы убили. Но надо быть честными с самим собой и сказать, что эта стрела... Это была удача, которой, в принципе, могло и не быть. И по большому счету... Да, повезло, что она попала. Да, не повезло, что не хватило. Но ошибка была в том, что они, в принципе, туда пошли. Ну, теперь ситуация опять выровнялась. В принципе, по такой игре тут говорить о том, что этот ТБ всех убьет, я бы не стал. Потому что слишком часто команды и игроки ошибаются. И всякое может быть. Да, просто это было странное. На самом деле, макро-решение от команды Ravens. То есть, они пошли туда в надежде, наверное, как-то хорошо подраться. Но при этом, они сразу потеряли Дезраптора. То есть, без Дезраптора уже драться, но практически невозможно. Кстати, у нас пытались подловить Тимбера, но есть Мумлайт. И с Мумлайтом пытаются найти ТБ. Тройку залетает просто Дезмарк, но сразу же убегает. У него, кстати, Ела появились. Сейчас будет попроще цеплять. И вот как раз он эти Ела реализует. Правда, ой, неудачный статик-шторм. Реведж под троим героем великолепно. Нужно закрывать Дезраптора очень быстро. Дезраптора минус нули. Дальше можно работать по коньке, который сейчас стоит венгрипе. Кунка никуда не денется. Минус кунка. Тимбер также здесь облетает. Это легкая, максимально легкая драка для команды SG Sports. Минус Ember Spirit, Triple, Feal. И остается один Тимбер, который неудачно сейчас потратил Тимберчейн. Минус 4. Ультра килл для Паркера. Легчайшая просто драка, которая, опять же, началась с того, что... Кстати, Шторм в никуда. Да, очень такой резкий и непродуманный просто командой Реведж, скорее всего. Да, тут странно изначально мов. Мирана делает 2 липа, что уже рискованно. То есть 2 липа в атаку делать нужно только, если ты прям 100% уверен, что она будет успешной. А он просто делает 2 липа. В итоге не хватает ему скиллов, чтобы отступить. Статик Шторм вообще в эту Мирану я, честно говоря, не понял. Мирана же с Дезраптором в одной команде вроде как. А выглядело так, как будто он ей закрыл все. Ну и все. И дальше крайне неудачная драка. Великолепная игра от Бэйна. Одного усыпил, другого заултил. Все, минус 2 кора. Да, вот теперь мы видим, что все-таки все потихонечку приходит к тому, что пик с ТБ будет сильнее. Вот она сила Воид Спирита, которая может уворачиваться с помощью Диссимилейта от Глимса Дезраптора. Вообще ему пофиг. И Астрал Степ у него имеется тоже. Так что тут тоже никаких проблем. Ну и в принципе все как-то у нас подходит к тому, что ТБ сейчас нафармит свои слоты. Вот он БКБшку сделает и уже с ним будет особо не побороться. Плюс ко всему Бэйн еще получается крайне неприятным героем, который в отсутствии контроля от суппортов может выключить двух героев. Причем таких жирных. Так тут еще и БКБ появилось у Паркера. Его сейчас цеплять практически невозможно. Ну то есть это реально невозможно. БКБ бегает. Там Статик Шторм не работает через БКБ, так как нет еще Аганима. Точнее не дает. Ну все считает возможности нажать тебе Black & Bar. Эмбер, Спирит, Кунка понятно минус в этом плане зацепа. Тимбер тоже не работает. Ну то есть сейчас у Паркера знаешь карт-бланш просто. Он может делать все что угодно. И ну скорее всего, скорее всего его не заберут практически ничем. Потому что Кунка еще не такой сильный. У Кунки армлет БКБ. Такие дефолтные артефакты просто на то, чтобы как-то жить в драке. Ой, Бейну неприятно. Но Тайтхантер очень круто врывается. Нет, все-таки Бейна не выжить. Попытка зафокусить Тимбера. Да, в Тимбер удается фокуснуть. Два в один размен. Так, у нас байбек от Дизраптора. Но! Метаморфоза потрачена. Реведж потрачен. Надо бы за это забирать Рошана. Иначе потом будет очень тяжело что-либо сделать. Стрела. Потому что они ревеж потратили эту самую приятную историю. Конечно, для команды СГ. Но с другой стороны, в любом случае, у них есть БКБ все еще на ТБ. Не активная. То есть он может нажать его в любой момент. И есть еще Вейд Спирит, у которого есть Астрал Степ. И он в любом случае довольно много дэмэджа внесет. Плохая стрела в Рошана. И в итоге пытаются здесь Кунку просадить. Кунки есть БКБ. Два их подцепили. Да, все в белку. В итоге как-то очень... Ну, сам видишь, что делает Дизраптор. Все очень криво. А тем временем Рошана... Еле-еле, кстати говоря, тут вообще большие проблемы. Но нет, все-таки Террор Блайт успевает. Все, и тут же Сандер еще успевает дать сверху. Ну, это был... Это был очень важный момент. Очень важная драка. Крайне плохо Ревенс заходили на этого Рошана. Слишком сильно растерялись. И все. И тут уже просто всех добивают. Ну, правда, Войт Спирит пал смертью храбрых. Но, опять же, форма реализована и Равага лучшим образом. Убили целую вереницу вражеских героев Дизраптора вообще после байбека. Забрали Аегис. Очень круто. Откровенно говоря, просто занаглел Войт Спирит. В остальном, действительно, драка полностью за командой SG. И, наверное, я бы сказал, что здесь просто уже игра практически за командой SG. Им осталось, по сути, делать самый дефолт. Бить здание. Что они вполне смогут сделать. С чем они вполне справятся. Так как у них есть Террблейд. У них есть фронтлейнер. У них есть подсет сзади. У них есть все, что им нужно для этого. А вот команде Ревенс, что сейчас делать, абсолютно непонятно. То есть у них в целом есть какой-никакой отпуши в виде Эмбер Спирита с Мэр Штормом. У них есть Кунка. Но, опять же, не будешь же ты сидеть на базе всю игру. Да и перспективы. Какие сидения на этой базе. Какие перспективы. Чего пересидеть, до какого момента кто-то должен выйти и всех убить. У них условного от своего ТВ нет. Это да. Так что... Эмбер Таскунка, мне кажется, справится с ТБ через минут 30-40. Но это такое... Не уверен, скажем так, они справятся. И тем более, скорее всего, они потеряют к этому моменту 2-3 стороны. И это просто нужно будет зажиматься на базе. В общем, это да. Это призрачная перспектива убить ТБ через минут 40. Вопрос скорее в том, что... Ты как-то. Это когда у него там будут нереальные какие-то вещи. И у них тоже. Ну, потому что у него уж точно будет здесь много вещей. И тогда уже они смогут его, может быть, как-то на ошибки поймать. Когда много урона. Ну, пока такой перспективы нет. Хорошие варды такие интересные стоят у них за вышками. Супер агрессивные. Пытаются как-то разойтись по карте. Рейвенс. Не успевает здесь тимбер пропилить. Ну и, собственно, отдают ТР-2 без особой борьбы. И на месте СГ. На месте Паркера. Интересно, он Питер Паркер? Или просто Паркер? Можно заходить на хайграунд? Да. И, наверное, даже подрубать метаморфозу. Да. Конечно же, используется фортификейшн, естественно. Ну и, в принципе, задача-то выполнила. Соперника он стянул. Можно уходить. Решают остаться. Так. Дайт Хантер. БКБ все жмут. Все в БКБшке Мирану стирают. Корабль залетает. ТБ продолжает бить. А Егис вроде бы есть. Но умирать не хочется. Все в БКБ. Сандер! Не успевает дать Сандер. В итоге БКБ нажимает. Сейчас без БКБ без формы будет. Это очень плохо. Так. И теперь нужно как-то отступить. Прожат крест. Боль на Эмберу. Эмберу нужно жить. Террор Блейд. Встань. Эмбера в итоге удается Вод Спириту забрать. Пошел Сандер. Но Тимбер очень живучий. Подняли его сами в воздух. На мой взгляд, это была ошибка. Мирану тем временем забирает якорем Тайт Хантер. И Тайт Хантер тоже погибнет. Мансовать жить? Да ой, как-то он живет. Очень невероятным образом совершенно. Кунка еще Тайт Брингером чуть не убивает вообще всех. Но каким-то образом все выживают на ЛОХП. Теперь у Кунки у самого проблема. Тайт Хантер он все-таки добил, но погибает сам. Как же сейчас Белку с Бейном не добил Кунка? Это вообще непонятно. Да и Тайт Хантер тоже. Но это был большой риск. Мы видели, насколько это было рискованно. Потому что Террор Блейд прям сделал все максимально плохо. Он отдался с метаморфозой. И нажав БКБ при этом, не успев использовать Сандер. Но с другой стороны, Рейвенсы все-таки в контратаку выйти не смогли. И по итогам Аегис был разменен супер выгодно. Рейвенс был полностью оправдан. Да, здесь возвращают еще Паркера. Будут пытаться его, конечно, забрать без БКБ 2 секунды. Но если что, он нажмет БКБ, нажмет Сандер и просто улетит. Потому что цеплять через БКБ опять же нечем. 10 тысяч преимущества, снесенная сторона. И вопрос в том, что мне кажется, если бы не вот этот Роффл Паркера с Сандером, когда он зашел в лес к сопернику, в целом SG могли, скажем так, делать вот эту игру еще проще для себя. И они могли бы сторону сносить минуты 3-4 назад. Но, опять же, всякое бывает. И, понятно, ошибки случаются. Появляется Сатаник, Паркера забрать просто нечем. 3-400 хп, Сатаник, БКБ, Манта, Сандер. Еще и под сейв в виде слипа. Крайне тяжело, согласен. Я думаю, что, возвращаясь к моменту с загулом, это был просто момент, который толком даже и ни на что и не повлиял. Гораздо важнее было то, что произошло потом, как, собственно, с SG-комбекали. Да, с Паркером сейчас будет тяжело. Что у нас там интересненького есть? А, вот интересное решение Тайт Хантера. На мой взгляд, абсолютно правильно. Когда ты играешь с доминирующей позицией. Когда ты тает, играющий против Тимбера, против Дизраптора. Взять и купить Блэкинг Бар. И все. И тем самым тебе не страшны эти Кинодик Филды, Статик Штормы. Понятно, что это... В любом случае, Тайт Хантеру не очень хочется покупать БКБ. Но против героев такого типа, если у тебя есть возможность, купить БКБ нужно. И она просто не всегда есть. Иногда у Тайда просто не хватает денег на самое необходимое. Но здесь... Здесь для него БКБшка является отличным артом. Ну и все. И заходит Паркер. Опять начинает бить вышку. Куча иллюзий. Пытаются его хоть как-то просадить. Ну, кстати. Ну, кстати. Равага. И Найтмор очень хороший. Нужен бы Сандер в кого-то. Нет, просто... Сейчас просто руками забьет. Сатаником отъедается Паркер. А, великолепный слип от Бэйна. Ну, вот. Как бы все сделали круто. Почти добили. Могли добить, если бы Ремнанты залетели. Ну... ГГ. 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 Ну, да. Ты знаешь, опять же, это то, для чего этого Бэйна брали. В принципе, мне кажется, вот этот слип, решающий в конце игры, он должен был случиться, и он случился. Да и в целом, Бэйн, на самом деле, всю игру делал для команды SG. То есть, мы помним, за счет чего ТБ не забрали в первой драке, да, когда SG забрали четырех героев на топе. Финсгрип. Финсгрип был дан по Кунке, за счет этого не хватило дэмэджа, естественно, по этому Терблейду. И таких вот микромоментов, где зарешал этот Бэйн, было очень-очень много. Поэтому, сейчас очень нужно подумать ревенсом над тем, а не избавиться ли на второй карте вообще от этого Бэйна. Потому что, ну, на нем действительно Уидж очень круто отыгрывает. Да, очень здорово отыграл. В целом, выглядит так, что SG... SG все полностью контролировали, порофлили в начале, но и драфт отличное исполнение, хорошее. В общем, вот такая первая карта, друзья, не забывайте про Винлайн, про их баннер по трансляции, получите 2000 рублей, ставьте на доту, мы с Ёжиком уходим на паузу и вернемся ко второй карте.